Ииии, поехали и так же, так, 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 так. Надо научить еще ногами бить. Вот для нее это прямо вот самое то, что доктор прописал. Дорогие зрители, мы передислоцировались. Наконимся сейчас на нашей кухне. Друзья, всем привет! На улице холодно, еще и темно, А между прочим, 10-й час, начался рабочий день, и так хочется теплоты, хочется солнца, настроения хорошего. Но почему же так темно-то, а? Утро наше мы начинаем с того, что проветриваем помещение, чтобы был свежий воздух. Поэтому у нас, видите, все открыто, двери открыты. Все мы пооткрывали, Боня решила помочь Владу в сегодняшней уборке. Обратите внимание, как она старается, что-то там делает. В уголках портирает, видимо, Влад где-то накосячил немного. Уголки, а с усеком не поскреп. Любимая наша песня, практически девиз про колобка. Заразная вещь, друзья, очень, просто невероятно. По амбарам я метал, а с усеком. Вот Боня у нас очень любит, очень любит намочить тряпочку и начать заниматься уборочкой. Вот для нее это прямо вот самое то, что доктор прописал. Иногда, друзья, я этим злоупотребляю, даю ей тряпочку. Когда занят, и она занимается своими делами, у меня есть возможность закончить свои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я вам успел все-таки заснять. Нет, подожди, вот это все-таки еще, я тебе не давал разрешения. Вот она своим жестом показывает, что можно ли взять, то есть просит, можно ли взять предмет или что-то, когда она хочет, она вот так вот подходит. Потому что папка научила. Когда папка снимает на видео, она вообще не слушается абсолютно, да, ничего не хочет делать. Но можно. Смотрите, сейчас она берет лапу. Кстати, я недавно ее купил специально для того, чтобы она с Владом общалась. Вот смотрите, как она это делает. Ну, иди, иди скорее, иди, покажи. Ты же хотела. Недавно обратил внимание, что ей нравится заниматься такой вот ерундой. Или не ерундой. Может быть, это будущий у нас боксер профессиональный. Почему, непонятно. Почему ей это нравится, сложно сказать. И поехали. Надо научить еще ногами бить. А ты ниже лапу, пусть она ногами. Так, тренер пошел. Друзья, не пугайтесь этого громкого звука. На самом деле, никаких абсолютно болезненных ощущений Бонне нравится. Из-за того, что плоская вот эта вот лапа, и она мягкая, выходит вот такой вот громкий шлепок. Том, привет. Привет. Как настроение? Нормально утреннее. Боня заинтересовалась твоим чаем или что у тебя кофе? Чай. Чай. Фруктовый. Ты же только что пила. Сейчас тебе еще принесут. Такой же ты чай пила, точно такой же. Дорогие зрители, мы передислоцировались. Находимся сейчас на нашей кухне. Застали Тома за завтраком или за обедом. Что у тебя там, завтрак или обед? Полдник. Полдник. Боня очень заинтересовалась яичницей. Но сколько бы мы ей не предлагали, эту вышиночу есть, она ее никогда не ест. Нет, подожди. Иди сюда. Смотри, ты там все разобросала. Так не годится. Вот, пожалуйста, забирай. Она предлагает Владу, чтобы Влад одел. Я одел. Боня, нужно внимания больше. Помидор, огурет здесь. Подожди, сейчас я согрею. Что ты влазишь везде? Мама подогревает нам мандарин, потому что он холодный. Боня радуется мандарину. Так мы сами его чистим. Ну иди сюда скорее. Почему сейчас? Подожди, сейчас тебе все дадут, не волнуйся. Иди сюда. Мама угощает. Сюда иди. Дай, дай, дай. Что ты пищишь? На. Ну, папку-то забирай, ты меня бросаешь постоянно. А Влад у нас не упускает вообще ни одной возможности. Никогда мимо не проходит нашего турника, станка и делает обязательно какой-нибудь подход. Вот видите, Боня тоже делает зарядку. Делает зарядку. Я уже много раз говорил, друзья, это означает, что здоровье у нас налаживается. Состояние здоровья улучшается. Так. Но это невозможно за ней угнаться, просто невозможно. Во рту мандарин, лицо довольное, все хорошо. Давай, давай, давай. Еще один. Ухалай. Массаж, массаж. Массаж. Дуже, дали. Запылилось больно. Когда заводит человек собаку, то всегда выбирает породу, согласно тому, насколько он активен, насколько соответствует эта порода его образу жизни. В случае с обезьяной здесь намного все серьезней. Потому что мне приходится постоянно за ней следить, чтобы она ничего не сотворила, чтобы никуда пальцы не засунула. Вот. И чтобы ни себя не травмировало, ни окружающих. Это совсем не домашнее животное. Я уже много раз об этом говорил. И я вам настоятельно не рекомендую, кроме шуток, заводить дома обезьян, крокодилов, акул. Разных хищных животных. Потому что ничем хорошим это никогда не заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова